всем привет недавно я был магазине днс заказал купил там кофемолку забыл как называется и рит что ли до 300 рублей мне удивительно низкой показалась цена в интернете я заказала ее купил принес домой опробовал записал ролик поначалу она вроде как мне показалось ничего но немножко поработав с ней я понял что провод там реально горит то есть она слабая в плане надежности и кроме того там что-то мне показалось недостаточно резко хорошо молит я ее сдал назад обзор увидели я выложил его в общем не понравилось а вчера я зашел магазин голомарт в атоле и увидел что акция вот на данной кофемолке я их уже видел в нескольких магазинах даже в том же днс причем по цене довольно таки не слабый 900 рублей по 1000 а тут 550 ну думаю дай попробую куплю включил посмотрел вроде нормально называется она это кофемолка так сейчас скажу как лебен лебен она китайская но тип как немецкое слово такой лебен кофемолка артикул 754-001 ну понятно что это какой-то такой китайский на name вот отличаются артикулом артикул 754-001 то есть это такой очень средний уровень но тем не менее за 550 рублей попробовал я и вот значит купил что хочу сказать она конечно же лучше чем та которая за 300 с днс но 1000 она не стоит вот где-то ее цена в районе 600 рублей на вал берез тоже они вроде как есть эти либины так ничего можно взять если гарантия вот для чего вот это вот делается такой пас это что провод сюда было можно намотать вокруг нее чтобы он не болтался и сейчас я попробую сделать то чего давно хотел сделать то есть размолоть горсть сушеных яблок вот они яблочки сушеные у меня вот они которые я засушил в том году к сожалению немножко влажновато видимо из-за того что сейчас июль а это август такая влажность когда батареи в квартире они высыхают становятся просто такие сухие а тут чуть влажновато и поэтому не очень хорошо будут молотся но тем не менее так кофемолка которую я сдал она вообще их не молола вот смотрите в инструкции указано что нужно молоть не дольше чем по 15 секунд нажатиями и давайте отдыхать по 5 секунд либо же если мы хотим молоть полминуты это максимум что можно держать ее в рабочем состоянии потом нужно полтора минуты давать отдых но я по 15 секунд и отдых там по 5 секунд делаю хочу сказать что то ирит которую я вернул она уже начинала пахнуть вот после таких вот манипуляций причем довольно резким неприятным запахом это если его помучить тоже начинает попахивать но запах гораздо более слабой и в принципе она ведь тимуре мелет даже сыровато эти яблочки она мелет так запах ну вот чувствуется очень сладкие слабые по сравнению с этим эритом который я сдал вот так это у нас получается молотые яблоки можно совсем в порошок их размолоть но это нужно несколько раз делать я вообще яблоки так просто как в виде теста размолол потому что это очень сложная консистенция тем более они влажные такие вот эрит вообще их не молола все остальное она так более-менее молола яблоки нет а это яблоки молит поэтому она меня устраивают вот кроме того я обратил внимание что тут и крышка из более прочного материала чем эрит которую я вот недавно обозревал сдал единственно что у эрит была кнопка а здесь кнопки нет здесь вот такой паз и туда нажимается вот этим вот частью и тоже когда не может накрыться это все но в этом случае просто нужно найти кто-то типа этого накрывать и спичкой можно нажимать ничего страшного но я думаю она еще и послужит вот короче вещь дешевая но пользуется ей по моему можно что делать с этими размолотыми яблоками каждая пусть решает сам нужны ли они вообще я люблю блендером размалывать их даже без кофемолки вот также добавлять в оладьи получается яблочные оладьи с изюмом очень вкусные ну мало ли куда можно добавить яблоки молотые напомню что из этого продукта по делают пастилу очень вкусный популярный продукт тут под орлом делать белевская пастила например влажные влажные лучше бы они были сухие но тем не менее она справилась вот такая кофемолочка в принципе пока я и доволен ну а там посмотрим если будет плохой я куплю новую ролик запишу отмечу в нем что чем-то не понравилось пока в общем все работает и кстати запах есть но очень тонкий очень слабый ерунда и к тому же я читал она много где в интернете продается и отзывы в основном положительные они даже отрицательных не нашел кстати что странновато немного вот такая кофемолка либин спасибо за просмотр подпишитесь на канал из орла в яндекс цен в рутубе в ютубе в одноклассниках и вконтакте если понравился этот ролик поставьте лайк напишите комментарий поделитесь этим видео с друзьями в соцсетях также можете пополнить баланс моего сотого телефона 8 920 889 20 на услуги связи звонки sms интернет и заказать мне какую-то покупку обзор какой-нибудь не знаю вещи какой-нибудь не на ножичек какой-нибудь какие-нибудь принадлежности я очень люблю картофель и чистки такие экономики так называем картошку чистить свеклу морковь ножички люблю маленькие кухонные всякие приспособления для приготовления моей вегетарианской пищи до новых встреч всего доброго